Почему дом молитвы, как сказал Господь, стал вертепом? А потому что у людей ослабла вера, а вместе с ней осознание божественного присутствия в храме. И почему же в таком случае не использовать, как бы теперь сказали, выгодную площадку для бизнеса? Ведь народ собирался вокруг храма, но как бы тут не подсунуть свой товарчик и заработать на всем этом? Ничего как бы и не изменилось. И до сих пор мы знаем, как вокруг определенных мест, в том числе связанных и с нашей героической историей, в праздники непременно люди начинают чем-то торговать. И предосудительным это не является. Но то, что происходило в храме, было не просто предосудительным, греховным, потому что искажало подлинную природу того места, где Бог явился людям, и где люди в молитве встречались с Господом. Еще раз хочу сказать, что народ наш прошел через это искушение Бога отступничества. И, конечно, и сейчас есть люди, которые не верят в Бога или не считают возможным даже задавать себе вопрос, есть Бог или нет Бога. Но общее обращение людей, наших людей, нашего русского народа, Богу совершенно очевидно. И происходит это в непростое время, во время почти что всемирного Бога отступничества. Ну вот такая, видимо, уж дорога уготована нашему народу хранить веру православную. И призываю от всего сердца, обращаясь ко всем вам и ко всем нашим людям православным, по крещению, по культуре, но, может быть, еще не открывшими себе дорогу храму, идите по этой дороге и не ошибетесь. Ни в личной, ни в семейной, ни в общественной, ни в государственной жизни. Потому что если Господь с нами, то нам любое дело по плечу. Мы можем справиться с любыми врагами-супостатами, как это делали наши героические, исполненные верой предшественники.